Повесили? Ром? Максим? Максим? Ты балуешься с дрелью? Ты знаешь, что это опасно, да? Это хороший папин помощник, да? Я стреляю Угу Дрель свелишь? Усилитель Опа Значит, держи рукой Правой ручкой держишь дрель, левой ручкой держишь Левой, держи коробку Коробку держи левой Тяжелый, он тяжелый Коробку держи левой ручкой Максим Смотри Вот так вот Смотри Вот так вот держишь правой рукой дрель А левой рукой придерживаешь И слева Видишь? Уже 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 Ну что, Максимка, будем клеить Бэтмена? У нас с тобой сегодня новый проект. Мы будем его клеить на эту стену. Мама. Давай рассчитаем. Мама. Давай сначала вот это будем клеить. Да, именно нужно с этой начинать. Смотри, они по цифрам. Смотри, один. Где два? Найди два. Вот два, да? Вот два. Да, а где три? Найдёшь три? Детальку номер три найдёшь? Нет, это пять. Где это у нас три? Нет, это четыре. Да, три. У-у-у-у. Я нашёл. Так, дальше. Дальше будет четыре, дальше будет пять. И всё у нас это показано на этой инструкции. О, вперёд, ребята, поехали. Ух, это было непросто. Но получилось красиво. Я, кстати, даже рассчитала пропорции. Тут примерно одинаковое расстояние остало. И тут примерно одинаковое расстояние остало. Ммм, как классно, что у меня хороший глазомер. Спасибо этому таланту. Спасибо, что папа мне его передал. Кстати, и светильник так гармонично стоит, я считаю. И, в общем, наклеек было куча. И это было непросто. А мы продолжаем. Продолжаем украшать. Теперь очень просятся шторы. Прям очень просятся шторы. Вот. Будь здоров. Будь здоров. Ой, будь здоров, не болей. Вот. В общем, мы убираем всё, расчищаем. Мне очень нравится. Всё. Мы закончили ремонт. Я показываю окончательный результат. Та-дам. Вот такая комната получилась. Я считаю, что очень достойно. Я считаю, что классно для мальчика. Сейчас буду рассказывать вам всё-всё-всё по порядку. Как я придумала, как я сочинила. Ну, во-первых, вот эту наклейку я всё-таки решила сюда наклеить. Потом мы сделали полочки. Я разместила какие-то игры, какие-то там прибамбасики, канцелярские предметы. Здесь у нас классная такая полочка для книг. Здесь у нас больше так по обучению. Это разные такие материалы для обучения. На них можно писать, рисовать и всё стирать. Здесь все любимые книжки. Тут у нас тоже всё по образованию. Учимся писать. Вот уже Максюшка тут всё пишет за партой. Здесь разные материалы для творчества. Наклейки, разукрашки. Здесь у нас разные проекты такие. Мы каждый вечер стараемся что-то сделать такой интересной разной плакатой. Вот видите, части тела. И так далее. Тут какие-то разукрашки и так далее, и так далее. Ну, какие-то книжки. Но все книги, которые он любит, на самом деле, они рядом с моей кроватью. Я ему читаю. Вот. Дальше. Дед, помните, кстати, из детства? Кого такой был? У меня вот такой был в детстве. Я их нашла. И с удовольствием купила. Я прям рассматриваю. Сама вспоминаю своё детство. Просто обожала этого мальчика и девочку. Просто обожала. Планета. Круговорот воды в природе. Север, юг, запад, восток. Весна. Это просто потрясающая книга. Мы купили эту парту. Я мечтала, мечтала о ней. Я мечтала. В общем, на сайтах она довольно-таки дорого стоит. Я купила её с рук. И стоила она мне в два раза дешевле. Кстати, первый раз в жизни купила что-то с рук. Вот. Здесь выдвигаются... И здесь у нас какие-то предметы. Да? Тут штампики. Тут какие-то маленькие фломастеры. Всё это регулируется под его рост. Там у нас место для маленького рюкзачка. Тут у нас место. Пока у меня всё это в таких одноразовых стаканчиках. Но не обессудьте. Здесь у нас идёт математика. Тут у нас прописи. Я покупала эти книги в Костка. Где-то они стоили вот 7,79. Это Pre-K. Pre-Kindergarten. То есть это подготовка к нулевому классу. Вот. Мы начинаем тут чуть-чуть писать. Не всё у Максюхи получается. Но я и не тороплю. В принципе, ему нравится заниматься. Вот. Тут какие-то игрушечки. Просто я считаю, что тут нужно штура обязательно. Потом мы это купим. Тут я клеила Бэтмен. И потом в конце видео, наверное, вставлю, как я это клеила. Или где-то уже это было. Я заказывала вот этот короб. Мне он не очень нравится. Это качество на Амазоне. Потому что вот он уже весь заломами. Он уже весь у нас от тяжести игрушек, в общем, рассыпается. Тут у меня в этих коробочках лего. Тут у нас два чемодана лего. Тут это пока пустая. Я думаю, что она потом будет ещё заполняться. Их можно приобрести в Россе, в TJ Maxx, Marshalls и так далее. Разная тематика. Из для мальчика, для девочек. И вообще-то даже для взрослых. Вот такие Максюха делает штуки. Сам из лего. По этой штучке. Это контейнер для игрушек. Тут я стараюсь всё сортировать каждые полгода. На самом деле, тут всегда бардак. Но вот сейчас для видео, на самом деле, я выпендрилась. И всё рассортировала. Кубики, какие-то маленькие животные. Мы строим тут зоопарки. Тут какие-то строительные материалы. Маленькие игрушечки. Маленькие животные, фигурки. Тут у нас всё по тематике. Это динозавры. Тут побольше динозавры. Тут какие-то машинки. Вот эти два окна, на самом деле, мне не очень нравятся. Но что делать? Такой уж дом купили. И хотела показать, как я это делала. Это я делала, когда Максюшку родила. Где-то ему было, наверное, несколько месяцев. Вот это его маленькие принты. Вот родился он 14... 15 сентября. О, что ж я? Ждился он 14 сентября 15-го года. Я до сих пор не могу привыкнуть, что даты в Америке пишутся наоборот. Sorry. 5,55. Вот он был 8 паундов, 11 унций по-русски. Это где-то 4 килограмма. И 19 инчей. И 3 четверти. Он был 54 сантиметра. Это 52, 54. Вот такой вот он был. Крошечка. Вот здесь это его УЗИ, когда определяли пол. Это Женя Счастливый, это я. Вот эти все метрики, все-все-все браслетики, что нам выдавали. Плюс я еще делала его слепки. Называется это отпечатки. И вот эта вот шапочка любименькая. Такими смышатками. Вот эта кроватка у нас самого-самого-самого рождения. Сделана из рижской березы, что для нас очень символично. Русская береза и муж у меня из Риги. Как бы латышское качество, из Латвии. Мы ее приобретали через подругу. То есть это был ее подарок. Вот. А мы уже убрали вот эту переднюю стенку. И у нас вот тема такая супергероев. Тут у меня два одеялка. Это Халк и Бэтмен. Тут я этими стикерами все обклеила. Эти стикеры оставались от этого. Я уже не стала лепить на стены. В общем, мы с Максюхой договорились. Вот. Заказала вот такую лампу с супергероями. Вот. И какие-то игрушки вот здесь. Вот эта стенка у нас из Таргета. Я вообще на самом деле ее подобрала в Сан-Франциско, когда мы жили. Я ее подобрала. Она была бесплатная. Это оставляли студенты, когда уезжали. Потому что мы жили как бы в студенческом городке. Вот. Какие-то проекты они тут сами делали, собирали. Это вот такой кузнечик из дерева. Вот такой мы собирали динозавра. Вот это его любимый. Он с ним купается. Тут какая-то игра. В общем, от давления все это тянется, вытягивается. И потом выстреливает. Раньше ему нравилась эта игра. Но сейчас она сломалась. Здесь вот это его самый-самый-самый любимый динозаврик с выставки динозавров, в которой мы ходили. Такое было экспо. И вот эти карточки мы тоже ими занимаемся. Тут тоже и буквы, и цифры, и какие-то слова, и цвета, и так далее, и так далее. Я тоже приобретала в Костково. Даже ценник остался 13 долларов. Очень советую. Очень. И вообще потрясающая вещь. Вообще просто потрясающе. Так классно. Вот здесь у нас тоже по тематикам, но надо, наверное, разобрать. Вот. Дальше поехали. Его любимая игра тоже. Вставляешь кинжал и потом выстреливает пчелка. Что-то я не покупала много таких игр, на самом деле. Надо как-то побольше ему. Потому что он все в машинке-машинке выпрашивает. Вот так. Дальше. Вот это, кстати, набор. Да, вот этот Т-рекс. Он был вот в этой коробке. Мы его собирали. И тут также еще есть и книга с какими-то фактами. В общем, мы ее не читаем, если честно. А эта книжка, это альбом. Это его такой первый альбом. Это все его каляки-маляки. Все, что он хочет рисовать. Если он хочет рисовать, я ему просто достаю этот альбом. И, в общем, я обязательно хочу его сохранить просто на память. Даже где-то мои ножки-ручки, кстати, обрисовывали. То есть контур рук и ног. Мы штампики и так далее, и так далее. Ну, в общем, не важно. В этой маленькой комодушке, это его как бы гардеробная. И здесь у нас стоит комод из Икеи. Он у нас с рождения. Тут у нас трусишки, носочки, футболки, там теплые кофты и брюки отдельно. Вот эту я заказала. Оказалось, что она для лаунжей, то есть она для грязного белья. Но мы ее решили применять как хранилище каких-то игрушек. Вот тут его какие-то костюмы супергероев. Это все осталось Хэллоуин. Вот этот он просил на Новый год. Это было бы с прошлого года динозаврик. Иногда он любит, кстати, в нем бегать, просто как в пижамке. Ну, и какие-то ненужные вещи, какие-то пледики, в общем, типа этого антресоли. Я считаю, что этот цвет получился просто изумительный. Я считаю, что получился очень-очень-очень классный. Вот, я обожаю эту парту. Обожаю, просто она ему будет на много лет, просто на года, потому что и стол будет подниматься, и стул будет подниматься. Я считаю, что он как бы не супер перенагружен, но и для мальчишки тут весело проводить время. Обожаю, когда приходят к нему друзья. О, чебурашечка. О, хотел маленькую чебурашку показать. Чебурашки, кстати, сели батарейки. Вот он читает стихотворение про спорт. Это в Сочи. Мы ее покупали в Южевске. Или в аэропорту, когда ездили в Россию. Я не помню. В чьем он эти не знает, не читает, не любит. Ну, в общем, вот так вот у нас получилось. Я супер довольна. Я просто очень довольна. Я просто обожаю эту комнату. Обожаю здесь находиться. Но чаще всего она как бы у нас играет, потому что все равно Максюха иногда спит с нами. Вот, а сейчас мы пойдем, в общем, дальше заниматься. А вот эти наклейки, да, хотела сказать, что когда я заказывала эти наклейки на Амазоне, в общем, там было специальное приложение, нужно наводить телефоном на Халка и на Кэптин Америка и на Спайдермен. И они оживают. И в телефоне вообще можно увидеть, как они пробиваются через стену. В каком-то из прошлого видео вы, наверное, это видели, когда мы это все устанавливали. Вот. И тут какая-то фигнюшка. Это какой-то замок, какая-то пожарная станция с Диснейлендом. Это как бы с Дисней он уже не очень, как бы, за ней любит играть. В общем, пишите свои комментарии. Пишите, как вам нравится, не нравится. Но вот такое у нас окно и сразу у нас соседский дом видно. Я думаю, что надо это закрывать все шторами. И либо... Ну, я иногда закрываю это все в жалюзи. Вот. И лампа у нас в углу. Так она включается. Так она горит, такая современная. В общем, задумывалась, на самом деле, это все как комнаты супергероев. Но получилась она просто мальчиковая. Просто она получилась голубая. Потому что тут и динозавры, тут какие-то и Дисней, и Лего. Ну, какая-то вот такая общая тематика супергероев все-таки получилась. Я считаю, мне очень-очень нравится. Я очень довольна. Если интересно, я ссылки все в инфобаксе оставлю. Если вам понравился стол, вы можете посмотреть. Все, на самом деле, заказано с Амазона. Вот эта полочка очень легко собирается. И вот эту полку я тоже сама собирала. Между прочим, это даже посильные девчонки. В общем, вот так. Пишите, ставьте комментарии, пишите лайки. Я пошла дальше к мальчишкам.